МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях прямо сейчас в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Берег левый, берег правый. При поддержке федерального правительства в республике планируют провести масштабную реконструкцию мостов. О самобытности и узнаваемости федеральные региональные эксперты обсудили перспективы развития национальной культуры и туризма. История в лицах. В республике запустили проект 100 великих людей Чувашии. По данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии 2014 заразившихся. Плюс 78 за сутки, 639 человек выздоровели. Вчера была зафиксирована 9-я смерть от COVID-19. Тем временем в республике продолжается проверка соблюдения масочного режима организациями и жителями. Особое внимание тем муниципалитетам, где большое количество заболевших коронавирусом. В Чебоксарском районе таких более 100 человек, а это второе место в республике. Администрация Чебоксарского района, мобильная группа по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Итак, ежедневно с 9 утра и до 12 часов дня пять мобильных групп обходят торговые точки, парикмахерские, аптеки и магазины. Вход только в масках, без масок не обслуживаем. Обязательно для покупателей сделали разметку, чтобы покупатели соблюдали дистанцию. Ну и сами полы моем дезинфицирующими средствами, полки протираем и двери, что самое главное, кассовый узел. Это на дню несколько раз. Так мобильные бригады успевают проверить около 20 предприятий района. Вечером другая задача – обойти детские площадки, парки, другие места, где обычно собираются жители. На сегодняшний день составлено 21 акт, 5 на юрлиц, а остальные акты на физических лиц. По детским площадкам они все закрыты в Кугесах, но есть единичные случаи, что граждане все-таки нарушают, и мы им разъясняем, что посещать детские площадки и парки сейчас запрещено, и лучше все-таки оставаться дома. В Чебоксарском районе живет более 60 тысяч человек. Главы поселений держат под контролем все населенные пункты, а их более 170. Все 17 глав поселений также объезжают свои населенные пункты. Конфликтных ситуаций не было, но в случае чего они нам сообщают, и мы выезжаем на места. Ежедневную проверку проходит и общественный транспорт. Все пассажиры в масках. Не все в перчатках, но все в масках. Жители района к проверкам относятся с пониманием. Носим маски в общественных местах. Я вижу, у вас нет перчаток. Почему? Перчатки в сумке лежат. Я просто не трогаю ничего. Правда есть. Вы еще меры предпринимаете? Стараемся лишним не выходить. Просто сегодня нужно было в больницу. Соблюдаем. Одеваем перчатки, маски обязательно. Без них не выходим на улицу. Такие проверки уже показали свою эффективность. С каждым днем фактов несоблюдения режима становится все меньше. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Сегодня Государственная Дума России приняла пакет мер по поддержке тех, кто пострадал во время коронавируса. Увеличивается единый размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. Самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере 12 130 рублей, который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Пакет предполагает также поддержку малого и среднего бизнеса на развитие телемедицины, увеличение производства антисептиков. Правительство надеется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в ВУЗы. Во втором чтении важные поправки, это, например, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза. Если он раньше был 3375 рублей, то сегодня он 6752 уже. Такое пособие будут получать и неработающие граждане, в том числе и студенты, как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. С поправками повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска с 6000 до 13504 рублей. Были рассмотрены еще и бюджетные поправки. То есть мы фактически увеличиваем предельный срок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетом из бюджета регионов с 3 до 5 лет. И еще дополнительно выделили законопроект, который подчиняет порядок расчета декретных пособий, пособий по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом районных коэффициентов. Сейчас необходимо уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, наиболее пострадавшиеся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о освобождении от платы налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. Кроме того, инициированный президентом, стимулирующий выплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня, также планируется освободить от НДФЛ. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев ознакомился с ходом проведения ремонтных работ моста через реку Сура в Парецком районе. Этому мосту уже полвека, но такой серьезный капитальный ремонт начался только в прошлом году. Подрядчиком выступает строительная компания «Волга». Сумма контракта составила 83 миллиона рублей. По проекту запланировано устройство новых тротуарных плит, асфальтового покрытия дороги, выравнивание мостовых балок и укрепление опоры. За прошлый год был выполнен работ на 25 миллионов, в этом году еще достаточно большой объем работ, примерно на 155 миллионов. Завершение работ планируется где-то в конце ноября текущего года. Но мост в Парецком далеко не единственное сооружение, которое требует внимания и финансовых вложений. Олег Николаев отметил, что хочет активизировать в республике работу по приведению мостов в надлежащее состояние. Есть одноименная федеральная программа, это ремонт мостовых сооружений, ну вообще искусственных сооружений. И здесь, конечно же, мы как один из субъектов Российской Федерации, Чувашевская Республика, планируем очень активно поучаствовать, потому что у нас достаточно много мостов находится либо в приводоварении, либо в запущенном состоянии. И здесь очень важно нам очень серьезно подготовиться. То есть мы уже эти работы начали, выделили специальное денежное средство для того, чтобы привести необходимые изыскания. И затем будут организованы необходимые проектные работы. Включение в программу позволит не только отремонтировать мосты, но и поддержать местных производителей специальных стройматериалов, а значит и создать дополнительные рабочие места, отметил Олег Николаев. Президент страны заявил об увеличении объема поддержки сельхозтоваропроизводителей на 4,5 миллиарда рублей. На совещании, где обсуждалась ситуация в аграрном секторе пищевой промышленности, Владимир Путин подчеркнул, что это станет дополнительным ресурсом для развития села. Министр сельского хозяйства Республики Сергей Артамонов прокомментировал это решение в своем инстаграме. Что важно для нас с вами? Один из главных вопросов – сбыт продукции фермерских хозяйств. Проблема общая. Государство должно здесь подставить плечо нашим товаропроизводителям, сказал президент. Нужно поддержать деловую инициативу на селе, предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле, создают новые рабочие места. Также президент поручил Минпромторгу с Минсельхозом проработать дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Он подчеркнул, что ярмарок, торговых площадок, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. И не где-нибудь на отшибе, а в удобных местах, чтобы было удобно и покупателям, и продавцам. Аграрии нашей республики, как и по всей стране, в прошедшем и нынешнем году активно пользуются субсидиями на закупку отечественной техники. Президент предложил увеличить объем этой поддержки на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития. Также он озвучил решение докапитализировать Росагролизинг на 6 миллиарда рублей, что позволит представить аграриям дополнительно около полутора тысяч единиц техники. Здесь нужно отметить, что последние два года аграрии Чувашской республики активно пользуются инструментами Росагролизинга. Обсудили на совещании вопросы работы предприятий, а пока в текущей обстановке. Глава Месельхоза России Дмитрий Патрушев попросил президента разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям. Ведь ситуация со снижением покупательского спроса негативно отражается на экономике предприятий иеропромышленного комплекса. В России возобновляется подготовка к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию. Соответствующее постановление уже приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. В общественной палате Чувашии сегодня обсудили особенности проведения голосования и необходимые меры предосторожности в условиях пандемии. Официальная дата голосования пока не объявлена, но предстоящие сложности очевидны. Об этом на совещании говорил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Брод. Пока нет вакцины, всегда существует риск заражения, в том числе и повторного заражения. Естественно, с этим нужно бороться. И вчера на заседании ЦИК говорили о том, что каждому участнику голосования будут предоставлены маски и перчатки для участников, для членов комиссии предусмотренные. Специальные халаты и антибактериальные салфетки для обработки ручек и четкое соблюдение социальной дистанции. Естественно, будет применяться и досрочное голосование, и голосование на дому. И, как я думаю, в некоторых регионах и, возможно, электронное голосование, если будет обеспечена надежная защита данных. Голосование важно не только уберечь присутствующих на избирательных участках людей, но и не допустить фальсификации данных. Сегодня в этом активно помогают общественные наблюдатели. Их корпус в республике включает более 7 тысяч человек. Это значит, что на каждом участке будет присутствовать минимум 6 наблюдателей. Задача корпуса общественных наблюдателей – это сделать так, чтобы выборы прошли без нарушений каких-либо со стороны отдельных лиц или, скажем, может быть, даже организаций, которые… Тем более, что вопросы, которые там будут обсуждаться, это вопросы о дальнейшем развитии нашего общества. 2016 год показал, что наблюдатели, общественные наблюдатели помогли только в Чувашской республике отработать, наверное, более 100 сообщений, которые являлись фейковыми. То есть сегодня ясно дано понять, что наблюдатели – это самый лучший ресурс, который помогает не просто гражданам понимать конкретику, проходят выборы честно, легитимно, а также помогает органам власти где-то сэкономить ресурсы. Напомним, что согласно указу президента Российской Федерации, голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенное время. Одну из возможных дат называют июнь или начало июля этого года. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика. В режиме видеоконференц-связи в Доме правительства обсудили программу социально-экономического развития Чувашии по направлению культура. Показать аутентичность Чувашского края, преемственность поколений, заинтересовать гостей интересными фактами и событиями, внедрить в культуру современные технологии. Такие задачи стоят перед отраслью. Культура должна стать инструментом развития экономики. Я предлагаю что, Игорь Ильич? Во-первых, определить перечень музеев, которые действительно для нас важны на федеральном уровне. Безусловно, Андреан Николаев, безусловно, музей Чапаева, Лобачевский, Бичурин. И наш национальный художественный музей, в том числе русского, где у нас есть Левитана, Айвазовский, Куинжи. И мы понимаем, что на Левитана, на Адуванчиков, на Айвазовского люди из теплохода, которых в прошлом году вышло 57 тысяч человек, выйдут и пойдут. На Айвазовского пойдут. И как минимум жители Чувашии пойдут. Но мы с вами постоянно об этом говорили. И то есть, если мы говорим про музеи, давайте остановимся на том, что нам действительно важно, во что нужно вложить для того, чтобы это развить. 67% населения республики говорит на родном языке. По численности Чуваши в числе пяти народов России. Богатая культура, удивительный язык, ремесла. А еще уникальные памятники старины. У республики есть все возможности стать узнаваемой. Одна из важных задач отрасли – заняться брендированием районов и городов. Ведь у каждого из них свои особенности и преимущества. Для работников культуры будут организованы обучающие курсы по этому направлению. Нами будет уделено приоритетное и специальное внимание развития современного профессионального искусства Чувашской республики, а именно поддержки и стимулирования развития национальных направлений в творчестве современных талантливых профессиональных мастеров искусств Чувашии. Для составления дорожной карты не так много времени. Надо успеть сформировать все предложения, чтобы получить финансовую поддержку федерального правительства. В индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии войдет и блок, связанный с туризмом. О том, как его развить и какие программы необходимо включить в документ, обсуждали в Доме правительства. Курирует разработку индивидуальной программы Чувашии генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед. Он отметил, что сейчас важно решить, что конкретно мы делаем в направлении туризм. Какие объекты относятся к культуре, какие к медицине, какие к образованию. Именно от этого зависит финансирование проектов. Мы предлагаем выделить туризм санаторно-курортный, реабилитационный. Это по программе Минздрава. Это сделаем отдельным блоком. Событийный туризм. Мне кажется, тоже нужно включить в сердце Волги. Особенно выделили направление речной туризм. Здесь основная концепция – сделать Чебоксары не просто местом, где причаливают теплоходы, а формировать туристические маршруты именно от нас. И второе, почему мы встречались с судовладельцами, это увеличить время стоянки теплоходов. То есть они к нам заезжали, два часа у них была стоянка, и люди выходили или уезжали в Ишкаралу, если долго теплоход стоял и возвращались. Или ровно на два часа, а у нас даже инфраструктуры на территории речного порта нет, где они могли бы задержаться. Важно развивать туризм не только в столице Чувашии, но и по всей республике, чтобы каждый город и район притягивал путешественников. Особенно хотел бы отметить о том, что у нас находится музейный комплекс космонавтики в селе Шоршево, который находится буквально в 17 километрах от города Мариинский посад, от берега реки Волги. Есть еще и частные предприятия, которые могут привлечь внимание туристов. Это спаат Рыжуковская, куда мы намереваемся построить сегодня дорогу. В Козловском районе вот уже 26 лет функционирует единственный в стране дом-музей Лобачевского. Здесь же и самая высокая смотровая точка республики «Птичий полет». Что мы здесь планируем? В первую очередь, конечно, у нас идет просьба набережных водокосновок. Для этого в 19-м году у нас был, значит, на частной инвестиции у нас был построен новый ресторан на набережной реки Волгу с открытой площадкой. Дальше в 19-м году мы на набережной Волге отремонтировали по программе «Городская цвета» сквер, новые создали сонтану. Пока в основном говорили только о том, что уже сделано или реализуется в республике. Сейчас каждый район должен продумать, чем он может привлечь потенциальных туристов и представить план развития. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Пропал без вести. В Чебоксарах разыскивают подростка. В феврале этого года Дмитрий Нелюбовский ушел из общежития в Урнарского сельхозтехникума и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые и короткие. Был одет в светло-синюю куртку и в спортивные брюки. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону, указанному на вашем экране. Сто великих лет, сто великих людей Чувашии. По инициативе Министерства культуры готовится масштабный проект о людях, которые своим талантом и трудом оставили след в истории нашей республики. Продолжит тему Наталья Мальчикова. Прошлая Чуваша в иллюстрациях. Новый проект предполагает создание цифровых репродукций известных полотен, на которых запечатлены либо главные действующие лица нашей истории, либо картины их авторства, либо сюжеты, связанные с ними тематически. Оригиналы хранятся в фондах Национального и Художественного музеев. За изготовление взялся известный дизайнер Владислав Кондратьев. И для того, чтобы копия была максимально реалистичной, тщательно изучают оригинал, делают детальную фотосъемку. Затем материал загружают в специальную программу, а далее – дело техники. В мастерской Владислава Кондратьева уже подготовили более 20 картин. Технология новая, в Чуваше ее пока никто не применял. Приходится работать методом проб и ошибок. Вот это нам очень нравится. Она такая достаточно, все-таки. Ну, хороша, да, я считаю. Есть шедевры из частных коллекций, которых никто никогда не видел. И мы постараемся их разметить на исторической части города, чтобы каждый, проходя мимо, видел некое развитие Чувашии за последние 100 лет. Прямо сейчас технический художник воссоздает известную картину, где изображен Андриан Николаев в поле. Но и это только эскиз, который предстоит оживить с точностью до каждого мазка. Чтобы придать окончательную живость этим работам и не смотрелось как просто постер, мы все-таки после печати, либо во время ее, используем дополнительный ингредиент, который придает высоту написания этой костин, так называемой мазки. Так сильно ощущение остается. И, естественно, нам приходится некоторые места, мы дорабатываем вручную с помощью красок, придавая некую такую изюминку того, что у людей будет полное ощущение, что эта картина натуральная и написана вживую. Все полотна проекта живопись и графика известных мастеров Чувашии. Часть их хорошо известны, но есть и редко выставляемые работы, что только повышает их ценность. Организаторы проекта «100 великих людей Чувашии» позаботились о том, чтобы в условиях ограничений экспозиции увидели максимально много зрителей. По аналогии с выставкой «Искусство Победы» эти копии тоже отправятся на улицы города. Проект предполагает не только галерею на улице, он предполагает еще и подготовку электронного варианта и передвижного варианта, для того, чтобы его можно было отправлять не только на улицы города, показывать картины, но и представлять эту работу и в районах, и, я думаю, что даже в регионах, где проживают Чувашии. Историю в лицах на красочных полотнах увидеть смогут все желающие уже в конце этой недели. Репродукции украсят фасады зданий в исторической части столицы республики и на основных магистралях. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика. Летние каникулы в режиме онлайн необычно, но факт. Педагоги решили помочь школьникам провести свободное время с пользой. И к вам всем сердцем обращаюсь. На мысли я себя ловлю. Поверьте, я не притворяюсь. Я каждого из вас люблю. Конечно, ни одна виртуальная программа не заменит путешествий, катания на велосипедах с друзьями, купания и рыбной ловли. И все же столичные педагоги организовали марафон внешкольных эфиров, в рамках которого ученики в дистанционном режиме продолжают посещать кружки, виртуальные экскурсии, принимают участие в мастер-классах. Для выпускников 11 класса организованы онлайн-консультации в целях подготовки к экзаменам, дату начала которых предварительно рассматривают на 19 июня. Летние лагеря также будут присутствовать в онлайн-режиме. В этом году, с 1 июня, наши лагеря начнут работать немного в другом формате, онлайн-формате. И с 1 июня 65 онлайн-лагерей примут наших детей, свыше 5 тысяч. В июне пройдет две смены продолжительностью, по 12 дней каждая. Онлайн-лагерь – это тот же обычный пришкольный лагерь, со своими традициями, своим распорядком и интересными творческими программами. Кроме того, даже последний звонок в этом году пройдет в режиме онлайн 22 мая. Запланированы трансляции, поздравления директоров школ и различные флэш-мобы с участием выпускников. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. В Республике учрежден День Отца. Соответствующий указ подписал в Рео главы Чувашии. По календарю это будет последнее воскресенье октября. Мужское воспитание дает детям уверенность в собственных силах, формирует твердый характер. Олег Николаев предложил совету отцов Чувашии органам местного самоуправления и всем заинтересованным учреждениям и организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова